Добрый день еще раз, дорогие друзья! Я приветствую всех участников и гостей Международной конференции, которые посвящены великим реформам XIX века в России. Было бы странно, если бы сегодня мы не охарактеризовали эти реформы как абсолютно исторические. Их внимательное изучение является безусловным приоритетом и для науки, и для всех, кто занимается политической практикой, для всех, кто верит в развитие современной России. И, конечно, их внимательное изучение абсолютно необходимо в процессе модернизации, модернизации, которая идет в нашей экономике, да и в нашем обществе в целом. Известно, что эпоха великих реформ, а именно этому сегодня посвящена конференция, и те доклады, которые уже прозвучали, и я уверен, еще прозвучат, они, эти великие реформы, начались с отмены крепостного права. 150-летие этой даты мы сегодня и вообще этот год отмечаем в нашей стране. Манифест об этом был подписан Александром II в Санкт-Петербурге. Только что я вот держал его в руках. Это, конечно, абсолютно уникальный документ. И по своему содержанию, по количеству усилий, которые он потребовал, и, конечно, по значению для нашей Родины. Петербург – особый город. Этот город создавался Петром, создавался как город преобразований, и Петербург стал символом сближения нашей страны с Европой. И в XIX веке, когда страна вновь стала перед выбором, здесь было положено начало тем масштабным преобразованиям и экономическим переменам, которые в тот период активно происходили в европейских государствах. Где-то они уже к тому времени произошли, где-то они еще в тот момент не состоялись. И это было веление времени. Россия тоже должна была измениться, стать передовой страной, которую объединяют с Европой единые ценности. И вот этот решающий шаг, шаг к развитию и свободе, был совершен в тот период. Прежде всего было упразднено крепостничество, которое веками унижало права, человеческое достоинство миллионов русских людей. Обретение личной свободы дало им возможность стать полноценными подданными Российской империи. По возможности проявлять свою инициативу и выражать собственное мнение. Конечно, не следует идеализировать ситуацию, которая сложилась сразу же после проведения реформ. Но смысл был именно в этом. Оно способствовало социальной мобильности, способствовало увеличению городского населения, стимулировало переход к капиталистическим формам хозяйствования и в конечном счете открыло путь России к экономическому прогрессу, к развитию внутреннего рынка, к развитию промышленности. Вслед за земельной, как известно, последовали земская и городская реформы, которые изменили структуру местного самоуправления. Все это крайне актуально для нашей страны и сегодня. Серьезные преобразования произошли в судопроизводстве. В России впервые за ее, по сути, уже тогда тысячелетнюю историю, появился состязательный процесс суд присяжных, мировой суд, адвокатура. Реформирование народного просвещения открыло тогда доступ к образованию детям всех сословий. Университеты в тот период также получили определенную независимость, но только определенную, конечно. Были до определенных границ также ослабленные тиски цензуры, которая до того времени была одной из самых жесточейших в Европе. Василий Ключевский отмечал, что в продолжение столетий, предшествовавших 19 февраля 61 года, у нас не было более важного акта, который бы до такой степени определил собой направление самых разнообразных сфер нашей жизни. Очевидно, что этих преобразований тогда ждала вся страна. За эти преобразования ратовали лучшие умы России. И они были поддержаны и проведены императором Александром II, которого совершенно справедливо называют освободителем. Великие реформы были безусловно для него величайшим испытанием и исключительно смелым поступком. И этого нельзя забывать. Достаточно вспомнить, что необходимости отмены крепостного права, ну, по сути, рабства размышляли Екатерина Великая и Александр Первый. Император Николай, как известно, учредил 9 секретных комитетов по аграрной проблеме. Неоднократно заявлял о том, что хотел бы отпустить крестьян с землей. неоднократно никто из этих кстати сказать далеко не робких правителей нашей страны так и не решился на осуществление революции сверху. Освободить Россию от несправедливого архаичного и бесчеловечного порядка суждено было именно Александру Второму. Как любого человека, который берется за осуществление кардинальных преобразований, его естественно отговаривали. Отговаривали много, отговаривали по разным поводам. Утверждали то, что утверждают всегда. Утверждали, что страна распадется, что наступит хаос, что особенно примечательно, и что обычно говорят, что народ к свободе не готов. Он ее не любит и не примет. И вообще ему эта свобода просто не нужна. Как и любого реформатора, его, конечно, редко благодарили. Один из его современников заметил, что бы ни делал государь, все дела его встречала критика, и нетерпеливые требования. Но Александр Второй, как великий реформатор, знал, что Россия должна стать в один ряд с другими европейскими государствами. Он понимал, что свобода ей нужна, что свобода России кровно необходима. есть известные его слова, я думаю, может быть, они уже здесь приводились, но я их все равно повторю. Он говорил о том, что я слишком убежден в правоте возбужденного нами святого дела, чтобы кто-либо смог меня остановить. И крепостное рабство в нашей стране было ликвидировано. Кстати, раньше, чем во многих других странах, включая и те же самые Соединенные Штаты Америки. Конечно, речь тогда не шла ни о какой демократии, ни о становлении зрелого гражданского общества, да и сами понятия этим явлением в тот период были другие. Но самое главное было сделано, был сделан выбор. Свобода впервые, может быть, за всю столетнюю историю России стала ценностью. Это самое важное. А тот, кто ее принес, отдал за нее свою жизнь. Споры о том, что произошло с нашей страной впоследствии, они вряд ли когда-нибудь прекратятся. в этом суть человеческого поиска, суть исторических изысканий. Но эти вопросы останутся. Как получилось, что стремление к свободе через несколько десятилетий обернулось в нашей стране большевистской диктатурой? Кто несет за эту диктатуру большую ответственность? Те, кто медлил с реформами, откладывал их, или наоборот, те, кто действовал слишком поспешно, требовал слишком многого в очень сложной ситуации? Были ли неизбежные реакции эпохи Александра Третьего, чрезмерный радикализм первых российских парламентов? Наконец, был ли неизбежен Октябрьский переворот и последующий ГУЛАГ? Некоторые считают, что трагическая история нашей страны в 20 веке явилась следствием неудачной прививки свободы, что были правы те скептики, которые считали, что великие реформы непригодны для народа нашей страны? Я придерживаюсь другой позиции. Александр Второй получил в наследство страну основными политическими институтами, которые были крепостничество и военно-бюрократическая вертикаль власти. за внешним могуществом империи пыль а пыль в глаза мы всегда умели пустить. Он разглядел слабость и бесперспективность этих институтов. Неэффективная экономика и неадекватная целям развития социальная структура общества грозили стране неминуемым крахом. Александр Второй и, конечно, его единомышленники отказались от традиционного уклада, хотя это было чудовищно трудно, и указали России путь в будущее. И в этом их величайшая заслуга. Этот путь оказался долгим и очень-очень трудным. Конечно, этот путь не завершен и сегодня. Но ни одной нации в мире свобода, справедливость, последующее экономическое процветание никогда не давались легко и быстро. Я надеюсь, что Россия 21 века будет свидетельством безусловной правоты и дальновидности реформаторов века 19-го. мы сегодня стараемся развить наши совсем еще несовершенные демократические институты, стараемся изменить нашу экономику, меняем политическую систему. По сути, мы все продолжаем тот курс, который был проложен полтора века назад. причем хотел бы обратить внимание, что жизнеспособными оказались не фантазии об особом пути нашей страны, и не советский эксперимент, а проект нормального гуманного строя, который был задуман Александром Вторым. И в конечном счете, в историческом масштабе, прав оказался именно он, а не Николай Первый или Сталин. для нашей практической работы опыт того далекого времени по-прежнему актуален. Я назову сейчас несколько позиций, которые считаю важными сегодня. Это, кстати, переосмысление естественно того опыта, который был выработан 150 лет назад. Во-первых, нельзя откладывать свободу на потом и нельзя бояться свободного человека, который каким-то неадекватным образом распорядится своей свободой. Это путь в тупик. Во-вторых, политические и социальные преобразования должны быть продуманными, рациональными, постепенными, но неуклонными. в-третьих, врагами свободного развития будут и впредь нетерпимость, экстремизм, их крайнее проявление терроризм. Я напомню, что террор как явление, как колоссальная проблема для нашей страны, по сути, появился практически вместе с великими реформой. В-четвертых, надо помнить о том, что государство является не целью развития, а инструментом развития. И только включение всего общества в эти процессы может дать правильный, положительный эффект. и только в этом случае мы имеем шансы на успех. В-пятых, необходимо помнить о том, что нация является живым организмом, а не машиной для воспроизводства господствующих идей. Она не может держаться на закрученных гайках и очевидно также то, что избыточно суровые порядки, избыток контролеров обычно ведет не к торжеству добра, а если выражаться современным стилем, не к победе над коррупцией, а к ее усилению, не к развитию системы, не к повышению качества управления, а к деградации этого управления. Поэтому крайне важно давать обществу шансы для самоорганизации. Уважаемые коллеги, авторы великих реформ и Александр Второй не только думали о будущем, но и творили его. Это самое сложное. практическая политика всегда сложнее самых красивых построений. Но они верили в то, что преобразование можно провести без хаоса и насилия, что можно превратить отсталую и крепостную Россию в современную страну, в современную и свободную страну. Модернизация и прогресс всегда направлены на расширение пространства свободы в обществе, в международных отношениях, конечно, в повседневной жизни, направлены на то, чтобы отдельная жизнь была под охраной государства, чтобы основные права и свободы были защищены этим государством. свобода от страха, от унижений, от бедности, от болезней, свобода для всех такова, на мой взгляд, и наша сегодняшняя цель развития. при этом это не просто высокие слова, это на самом деле потребность любого разумного и современного человека. Это может обликаться в различную словесную оболочку, но именно об этом мы думаем практически каждый день. В следующем году мы будем отмечать 1150-летие российской государственности, ну, если стоять, конечно, на канонической точке зрения. Хотел бы вас проинформировать о том, что я подписал сегодня указ об организации соответствующих мероприятий. наше государство, наша страна существует уже более 11 веков. Это государство было разным, очень разным. Менялись формы правления, менялся политический режим, менялись стратегические цели его развития, конечно, менялся образ жизни. Наша история была очень бурной и драматичной. И, конечно, мы можем очень многое понять, изучая ее. Но надеюсь, что главное все-таки за последние 150 лет мы поняли. Поняли, что свобода всегда лучше, чем не свобода. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ